Всем привет! В этом видео я вас познакомлю с очень интересным человеком, к нему на встречу я прилетела в Майами, чтобы провести интервью. Поделюсь с вами, почему я сама лично у него на липку ситации и почему же он выбрал Майами после долгих лет с Бали. Друзья, приветствую. Сегодня я уверен, будет очень интересное интервью с такой-то замечательной девушкой. Да, очень интересно. Первое, что интересует меня и, думаю, многих моих подписчиков, как все-таки ты прилетел в Майами? У тебя была виза, либо приглашение в пандемию, были ли вопросы на таможне? Ну и, раскрою секрет, конечно же, ты меня спрашивала, как и что. То есть, было волнение, либо что-то. Почему Майами, в общем, почему Америка? Благодарю за вопрос. Получилось как? Мы с супругой еще до пандемии, прямо перед самой пандемией, мы уехали в путешествие сначала в Европу, тогда мы еще с тобой не были знакомы. И у нас пришло понимание и желание ехать в Майами. И тогда уже в России нельзя было полноценно сделать визу, там была очередь какая-то баснословная. И мы специально для этого поехали в Польшу. В Польшу там, в принципе, сделали эти визы, но тоже при помощи посредников, потому что, жаль, что тебя не знали, знали бы тебя, к тебе бы обратились, тогда тебя еще не знали. И вот сделали визы, там в Польше можно было на русское собеседование в России, мы это прошли, это собеседование. И, соответственно, думали все, лететь в Майами, лететь в Майами. До этого мы жили год на Бали. И как бы думали, что мы на Бали точно не хотим, но потом в последний момент выясняется, что нет, мы все-таки летим на Бали, все-таки нам нужно на Бали, там наша следующая точка. И мы туда отправились на Бали. И тут пандемия, и мы на год там застреваем. И вот уже по стечению года мы понимаем, что все дела, которые мы должны были сделать, мы их сделали. И пора идти в Майами. И как раз у нас визы есть, все есть, все классно, все здорово. Мы не зря до этого все это оформляли. Ну и все, и получается, дождались, когда откроются там рейсы. С Бали прям? С Бали, ну не с Бали, мы летели до Джакарты, то есть до Индонезии, и потом уже сюда. То есть с Джакарты до Майами есть рейс? Нет, Джакарта, там Доха, и потом только сюда уже, Доха-Майами. Так, отлично. Ребята, итого, виза долгосрочная в Америку всегда, она не на даты поездки, поэтому удобно. Ребята, они вылетели, ничего страшного, она на три года, они потом вылетели. В российский паспорт на три года, в украинский, в казахский, в общем, в остальном там на 10 лет, в белорусский на год. Это все есть в подробностях, если что, пишите, расскажу, почему и как. Второе, подметим, сразу сделаем итог. Польша, мы тоже очень любим Польшу, просто они не знали нас, мы Москву тоже открываем. Польша очень удобно, потому что там через раз, у вас на русском было собеседование? Да, мы на русском, потому что у нас с английским, как и было, так и сейчас нет никакого английского. Да. И мы, да, специально именно собеседование на русском. Поэтому подмечу сразу, как профессионал вижу, сразу точки эти, разговаривали они с офицером на русском, это идеально, потому что в Израиле, в Польше, частенько бывает еще в Вене, разговаривают офицеры, знают русский язык, хотя бы на элементарном уровне, хотя они американцы, просто знают. Да, они просто с акцентом, но вполне сносно. Вполне сносно, идеально, потому что в остальных местах тоже можно русским говорящим, но тогда надо нанимать либо нашего переводчика, либо там на месте предоставляют переводчикам. Это подмечаем сразу. И сразу хочу задать профессиональным вопрос. Сложно ли было и что спрашивали, если ты помнишь? Ну, да нет, несложно. Понятно, что было предварительное волнение, но благо мы работаем с подсознанием, поэтому все моменты, которые подсознательные страхи, мы проработали предварительно, и уже непосредственно на самом собеседовании нет все стандартно, все обычные вопросы. Ну, прежде всего, не нужно обманывать, это прежде всего. То есть я когда-то был в Штатах, поэтому все вопросы, которые задавались, просто отвечалось все адекватно, все логично, без каких-либо умалчиваний, утаиваний, хитростей и так далее. Поэтому все стандартные вопросы, зачем едете, чем занимаетесь, все классически. Браво, благодарю, потому что в Штатах очень мало кто вообще делает визу. И процент, если людям отказали, он тоже очень маленький, поэтому стал вести блог, вдохновлять людей, ребят, отказ, это не приговор, надо идти, либо слушать мои лавхаги и все-таки получать визу в эту страну, она стоит того. Мы, в принципе, тоже понимали, что даже если не получим, продолжим двигаться, продолжим искать, ну, просто, опять же. Благодарю тебя за ответ. Ну, так вот, я вам обещала показать, что я все-таки в Майами, я сейчас сниму вид из окна, а чтобы не в московской квартире без еды. Отлично. Следующий мой вопрос, я, как уже обмолвилась, я сама у ребят пришла к ним как клиент, я сама к вам пришла, обычно ко мне приходят, а тут я узнала от своей старшей сестры, от своих друзей, увидела результаты и сказала, как, чем вы вообще занимаетесь, как вы перерешиваете, грубо говоря, перепрошиваете мозги, в том числе сейчас и мои. Поэтому, пользуясь моментом, хочу с вами поделиться этим кладем, какие у них курсы, что они делают, чем они меня впечатлили так, что даже я сейчас здесь. Расскажи, пожалуйста, что вы делаете. Вообще, чем мы занимаемся, да, мы работаем с пацанами, у нас есть две системы авторских, это чтение людей, понимание своего предназначения, своего пути, ты знаешь, это система потенциалов, да. Теперь я знаю, что надо YouTube вести. Да, какие, то есть, у нас у каждого человека есть сильные качества, и их можно достаточно легко видеть. Исходя из этих сильных качеств, можно двигаться в своей реализации, достигать каких-то больших вершин и так далее. И это один аспект нашей работы с людьми. У нас есть тренинги на эту тему и так далее, понимание себя. Понимание себя и окружающих. И второй аспект – это работа с подсознанием. Все проблемы у нас в голове, как ни странно, как ни удивительно, но это и здорово. Умея работать со своим подсознанием, можно менять жизнь, менять окружающие, менять все, что вокруг вас, все, что мне нравится, это можно менять, переброшивать, и достигать огромных вершин. Ну, если брать нас, ты нас тоже тогда еще не знала. Мы, что я, что супруга, мы из очень бедных семей, из юга России, из многодетных семей. Ну и сейчас вот у нас путь, сейчас живем в Майами, до этого два года жили на Бали, в Европе пожили, ну и так далее, так далее. Наши клиенты, у нас много клиентов, которые там миллионеры, стали миллионерами и так далее, реализацию нашли. И большие достаточно пересень услуг, которые, ну, каких-то мечт, реализации, которые достигли люди, благодаря пониманию своих сильных качеств и потенциалов и работе с подсознанием. Вау, это как раз нужно, потому что мне часто спрашивают в ТикТок, в Ютубе, в Инстаграме, ну, конечно, летают в Америку, летают везде по миру, вы в Великобритании, у вас, наверное, дофига денег. Я сколько раз уже делилась, посмотрите предыдущий ролик, что я была в Америке не раз со 100 долларами в кармане, поэтому ограничения все правды в голове. Я благодарю тебя, что ты поделился, что ты из скромных семей, что ты не золотолушек. Лучше, конечно, да, то есть, меняя себя, меняя свое мышление, вы можете, можно и со 100 долларами путешествовать. Конечно, лучше с 10 тысячами. Конечно, пока вон, я сейчас прилетела первым классом, пошла к ним, а меня вдохновили пойти на лакшери-стилиста. Там 800 долларов, там на Гавайях 40 тысяч долларов. Конечно, легче, но можно и так, если по работе писать. То есть, можно всякую, поэтому благодарю тебя, что поделился. Все ограничения в голове, опять же, вот как ты говоришь, например, просто многие люди боятся путешествовать, боятся начать путешествовать. Первый раз, когда мы полетели с супругой, мы на баре летели, у нас тоже не было понимания, честно. Я не говорю, конечно, что это нужно так делать, всем бросать, все, и во-о-о, помчали. Нет, но если вы чувствуете, что вы этого хотите, то попробовать стоит, не стоит бояться, переживать. Берите, делайте, попробуйте. Да, и не обязательно сразу в Майами. Ничего страшного. Я точно так же говорю, слетайте куда-нибудь поближе. Сейчас на Мальдивы не нужна виза, в Турцию не назовите. В Мальдивы ты тоже сразу. Я бы с Турции начнете. Но я имею в виду, что есть места, где не обязательно вот этот стресс с визой, что вдруг меня кинут с визой. Мне очень часто пишут в соцсетях, мы заплатили там какую-то эндую сумму денег, нам не сделали визу, а скинули. Я говорю, а вам кто-то этих людей рекомендовал? Нет. Поэтому читайте наши отзывы, смотрите, кто меня рекомендует, кто Васю рекомендует. Мне Васю дали четверо, кроме моей сестры. То есть, люди прошли на себе, я увидела результаты, спросила, блин, поделитесь. То есть, были и с Россией, и с Майами ребята. Поэтому вы спрашиваете, прежде чем раскидывать деньгами. Всегда нужно подходить с критическим мышлением, к выбору любой услуги, вообще любому изменению в своей жизни, нужно подходить с критическим мышлением, критическое мышление. То есть, это сопоставлять факты, то есть, логически смотреть на ситуацию, не с одной стороны, а с разных сторон, если Вы собираетесь взять, например, начинать какое-то обучение пройти или какое-то действие, или кому-то заплатить большую сумму денег, не с одной стороны смотрите, а посмотрите с разных сторон, в том числе и отзывы, в том числе и обратную связь, как Вам человек ложится или нет с ним взаимодействие. И вот, проведя вот такой маленький анализ, Вы сэкономите себе огромное количество сил, энергии, времени и так далее. Просто потому, что они бахали деньги или время, ресурсы в то, что оказалось потом провальным. Сто процентов. Ну, и либо, если Вы торопитесь, то послушайте своего друг, которого знаете, который сделал этого человека, например, то есть, кому Вы доверяете. Ну, то есть, я лично так, моя руководитель. Но это сто процентов так. Я всегда говорю, ребят, не торопитесь, тем более с визами. Если будет косяк, потом могут быть такие косяки, простите за вражение, что даже я не исправлю, все крутые мировые юристы не исправят. Поэтому не торопитесь, как с зубами, как со здоровьем, как со всеми важными вещами. У троих специалистов вначале спросите, прежде чем делать. Поэтому благодарю. Это очень четко. Это все именно так. То есть, не пора к горячку. Да. В этом деле играла главная выдержка. Браво. Ну и все. Ребят, не забывайте подписываться, ставить лайки. Отмечу инстаграм и ссылки на Васю. У него есть тоже ютуб, насколько я знаю. Начало. Положенное. Отлично. Так что мы в ютубе. Все для Вас. В общем, ребята, вопросы пишите. Не забывайте. Пишите на Ваши вопросы. Я буду дальше либо отвечать, либо встречаться с очень интересными людьми и вещать Вам с Майами или с других миром. Друзья, я хотела еще маленькую ремарочку. Друзья, Вы достойны всего. Вы можете все в этой жизни. Просто начинайте. Пробуйте. Делайте. Не бойтесь ошибок. И помните, у Вас все получится. Я узнал. Огорь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...